Коллектив Севастопольского дворца детского и юношеского творчества подвел итоги работы за 5 лет. 5 июня на Большом педсовете педагоги рассказали об успехах, которых удалось добиться совместно с воспитанниками и их родителями. Кроме того, руководство поделилось планами. 2018 год юбилейный для всех учреждений дополнительного образования России. Системе дополнительного образования страны исполняется 100 лет. Потому грядущий учебный год во дворце во многом называют знаковым. Впереди реставрация исторического здания. Выделили 6 млн 950 тысяч на научно-проектную документацию и 18 млн 700 тысяч для проведения этих противоаварийных и аварийных работ. Будем надеяться, что мы сделаем в этом году аварийный ремонт именно этой аварийной части фасада. Это западная часть, выходящая морю. Поддержку Дворцу детского и юношеского творчества с 2014 года планомерно оказывает законодательное собрание Севастополя. Сегодня депутаты ратуют за то, чтобы в ходе реставрации зданию вернули его украшения, венчавшие фронтон скульптурные группы с фигурами детей. Законодатели помогают решать и другие важные вопросы. Задач много, они достаточно амбициозные. Сотрудничаем мы очень плотно, в частности, в организации фестиваля «Золотая рыбка», фестиваля детских коллективов народного творчества. И я думаю, что в дальнейшем варианты сотрудничества только будут расти. Будем получать благодарности. И, наверное, это самое малое, что мы можем сделать для этих людей, потому что все, кто работает во Дворце, они прежде всего своей жизнью, своим поведением, своим творчеством являются образцом для детей. А это самое главное в процессе воспитания. После возвращения Севастополя в родную гавань, городской дворец детского и юношеского творчества получил статус регионального ресурсного центра художественно-эстетической направленности. За четыре года фонды образовательного учреждения пополнились новыми костюмами, музыкальными инструментами, материалами и оборудованием. Воспитанники завоевали сотни наград на местном и всероссийском уровнях. В новом учебном году дворец примет без малого 3,5 тысячи учащихся. В течение двух лет в строй планируют ввести новые кабинеты, чтобы увеличить количество учащихся до 4 тысяч. Среди направлений, которые в ближайшие годы планируют ввести и развивать – кино, журналистика и КВН.